Соседи пошли по тому же пути. В Республике Коми вслед за Ненецким округом отменили золотые парашюты. Правда, на время. Равные условия. Субсидирование частных детских садов довести до уровня поддержки государственных дошкольных учреждений. Человек труда. Телеканал Север продолжает рассказывать о тех, кто считает свою профессию делом всей жизни. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. В Госсовет Республики Коми принял законопроект о приостановлении с 1 января 2016 года до 1 января 2017 выплат золотых парашютов чиновникам. С таким законопроектом в Республиканский парламент обратился временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Гапликов, подчеркнув, что необходимо сокращение аппаратных расходов. Депутаты его единогласно поддержали. Золотые парашюты, выходящим на пенсию чиновникам Коми, составляли 10 месячных окладов и достигали в среднем 100 тысяч рублей. Отдельно в республиканском законодательстве в соответствии с федеральным оговорены гарантии председателю Республиканского избиркома, его заместителю и секретарю. Данная мера позволит сократить аппаратные расходы и направить эти средства на поддержание и развитие жизненно важных отраслей региона. В условиях необходимости сокращения бюджетных расходов начинать нужно с себя. На счету каждая копейка обосновал законопроект Сергей Гапликов. В Ненецком округе закон, полностью отменяющий золотые парашюты, депутаты окружного собрания приняли еще в июне 2015 года. Депутаты проголосовали единогласно. Ранее эти отступные составляли 6 окладов. Помимо прочего, законотворцы подрезали еще одну важную льготу. При выходе на пенсию чиновник больше не будет получать единовременную выплату в размере 10 окладов. Законопроект, отменяющий выплаты, был разработан по инициативе главы региона Игоря Кошина. В сложившихся экономических условиях это именно то, чего ожидают от нас наши избиратели. Население округа отметил сразу после принятия закона в июне прошлого года Игорь Кошин. Это абсолютно правильное своевременное решение. Несмотря на сложности бюджета 2016 года, в округе предложено субсидирование частных детских садов довести до уровня поддержки государственных садиков. Такое предложение прозвучало в адрес главы региона Игоря Кошина на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком округе. По мнению экспертов фонда поддержки предпринимательства, введение равной финансовой поддержки привлечет потенциальных инвесторов, готовых открывать частные детские сады и позволит выйти из тени тем, кто уже занимается этим видом деятельности. 3 миллиона 968 тысяч рублей. Такую сумму предусмотрели в бюджете округа на поддержку проекта «Частный детский сад» в этом году. Субсидию заложены затраты на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств, обучения и игр. Эксперты фонда поддержки предпринимательства провели сравнительный анализ объемов финансовой поддержки государственных и частных детских садов. И вот что получилось. Исходя из размера суммы субсидий частным детским садам, на содержание одного ребенка из бюджета округа выделяется 13 160 рублей ежемесячно. А в государственных садах эта субсидия составляет 23 780 рублей на содержание одного ребенка с учетом общих хозяйственных расходов, без учета 15 680 рублей. Мы предлагаем выровнять эту субсидию, то есть увеличить субсидию частным детским садам до уровня государственных детских садов, что позволит прежде всего на 44% сократить плату родителей за детские сады, потому что исходя из тех реалий, которые есть сейчас, родители будут платить 26 000 рублей. Если мы выравним субсидию, плата родителей будет 14 500 рублей. Равная финансовая господдержка, по мнению экспертов фонда, поможет не только привлечь потенциальных инвесторов, готовых открыть частные дошкольные учреждения, но и выведет из тени тех, кто уже занимается таким видом деятельности. По информации Олега Вокуева, ведущего эксперта фонда, в Ниницком округе существует порядка пяти частных детских садов, которые работают без лицензии. За свои услуги они берут от 22 до 30 000 рублей в месяц. Если мы поставим такую цену для детского сада, частного детского сада, то все сады, которые работают в Тенисте, не выйдут, потому что они не смогут просто конкурировать с этим детским садиком, и они будут вынуждены регистрироваться, получать лицензию и обращаться в департамент образования за этой субсидией, потому что им будет выгоднее так работать. По мнению главы региона Игоря Кошина, для бюджета округа нет разницы, кому отдавать деньги на содержание детей – государственному или частному детскому саду. Однако, чтобы получить тот же размер господдержки, что и бюджетные сады, частникам необходимо будет выполнять ряд условий, подчеркнул губернатор. Одно из них – выполнение госзадания. Частные детские сады получают ту же субсидию, что и государственные, должны реально закрывать очередь на места в дошкольные учреждения. На сегодняшний день, если мы говорим о том, что человек будет снят с очереди, не будет получать эти 6 тысяч за то, что нет места в детском саду, и у нас есть потребность и обязательство эти места держать, мы будем их субсидировать, точно так же, как мы субсидируем сегодня детские сады в этом самом... Ну, наше бюджетное учреждение, так вот я скажу. Точно так же мы их будем субсидировать. Это первое. Второе. Вы должны еще отдельно просчитать всем, чтобы у нас люди стали строить эти детские сады, вы должны просчитать, каким образом мы будем им компенсировать вот эту стройку. Фонду поддержки предпринимательства глава региона также поручил доработать бизнес-проект «Частный детский сад» с учетом потребностей региона. К примеру, просчитать и выдать готовые предложения по строительству объектов на 50-100 мест и более. Отмечу, что сегодня проблем с устройством детей от 3 до 7 лет в регионе нет. Места в дошкольные образовательные учреждения ждут 665 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Частично разгрузить очередь поможет первый в регионе частный детский сад. Его открытие, по информации экспертов Фонда поддержки предпринимателей, запланировано на сентябрь этого года. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Более 20 лет она отдала работе с детьми. Лариса Хлюпина, педагог по физической культуре детского сада «Семицветик», говорит, что чем больше она узнавала свою профессию, тем больше влюблялась в нее, отдавая всю свою энергию и силу воспитанию подрастающему поколению. Сегодня Лариса Хлюпина стала героем рубрики «Человек труда», в рамках которой мы продолжаем знакомить вас с профессионалами своего дела, которые считают, что работать на совесть и творчески подходить к своему ремеслу – это естественная потребность. Такова педагог физической культуры детского сада «Семицветик» Лариса Хлюпина. Родители, кто побывал на ее занятиях с подопечными, просто в восторге от ее самоотдачи и той позитивной энергии, которую она передает своим маленьким воспитанникам. Мы участвуем в «Северном сиянии», мы участвуем в лыжных гонках. Вот потом можете посмотреть, у нас там есть медали, дипломы, кубки. Это все как у настоящих спортсменов, это не так просто. Мы проводим свое «Малое северное сияние» на реке. На реке вот тут вот выходим, родители нам очень помогают. Так что мы тут одна большая семья. И сама Лариса Алексеевна за более чем 25 лет работы с детьми не раз становилась призером и победителем самых различных профессиональных конкурсов. На ее рабочем столе все время обновляется специальная литература по развитию методов педагогики. И этот процесс самообразования она считает естественным. Профессия предразумевает все время развитие, развивается общество. Мы тоже должны развиваться, потому что мы воспитываем подрастающее поколение. Лариса признается, что иногда у нее, как у любого человека, в силу разных причин проявляется усталость. Но стоит ей переступить порог детского сада, заглянуть в глаза своих ребятишек, как от пасмурного настроения не остается и следа. Только дети пришли, к тебе прикоснулись, все, как заряд энергии. Все, ты дышишь, бегаешь, все, побежал. Так оно и есть. Они тебе как бы дают сами. А еще иногда говорят, Лариса Алексеевна, вы такая большая, сильная, можно вас обнять? Я говорю, обнимите, возьмите у меня силы немножко. Вам на следующий день. Профессию педагога дошкольного воспитания можно получить как в средних, так и в высших учебных заведениях. Лариса Хлюпина сначала окончила Наринмарское педучилище, затем успешно одолела и высшее образование. И чем больше она узнавала тонкости работы с детьми, тем больше влюблялась в свою профессию. И для нее сегодня самая дорогая награда, когда ее подопечные здоровы и активны. Когда часы на площадке для занятий пролетают незаметно. Ребята, наше занятие закончилось. Подводим итог, что мы сегодня делали, что у нас получилось. Как? Опять? Уже закончилось? Да мы только пришли. Я говорю, как? 30 минут прошло? А мы только пришли. А на душе хорошо становится, что я их не могу выгнать из спортивного зала. И теперь с высоты опыта она точно знает, что главное в профессии педагога. И тем, кто только думает связать свое будущее с этим благородным делом, Лариса Хлюпина желает только одного. Это полюбить свою профессию и полюбить людей, которым ты это преподаешь. Вот тогда все получится. Андрей Чуклин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. О качестве продукции и ценовой политике. Региональные СМИ совершили пресс-тур по предприятию «Мясопродукты». Вопрос решен. Проект рыбоперерабатывающего цеха в регионе реализует Ненецкий рыбак-колхоз «Союз». Проект рыбоперерабатывающего цеха, речь о котором идет уже не один год, реализует Ненецкий рыбак-колхоз «Союз». К такому решению предприятие пришло совместно с Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК. При этом ни рубля бюджетных денег потрачено не будет. Об этом сообщил руководитель профильного ведомства на пресс-конференции с региональными СМИ. В середине апреля 2014 года власти НАО объявили об отказе от строительства в Наринмаре рыбоперерабатывающего завода ввиду его заведомой убыточности. Вместо завода, как было заявлено, будет построен небольшой рыбоперерабатывающий цех. С тех пор вопрос повис в воздухе. Сегодня на пресс-конференции стало известно о том, что проектом займется Ненецкий рыбак-колхоз «Союз». Предприятие проведет реконструкцию своего действующего цеха на собственное средство и расширит ассортимент выпускаемой рыбной продукции, в частности рыбы горячего копчения, трески, щуки и окуня. Мы предлагали разные варианты средства нового цеха. Они сами прочитали, они принимают экономику, они в деле, что называется, в бизнесе. Они будут расширять действующий цех с расширением, соответственно, номенклатуры производительной продукции. То есть мы их нацеливали на кулинарку, на более глубокую переработку. Я думаю, что у них на самом деле они молодцы, но у них очень большой задел для дополнительных каких-то мощностей есть. Цех в том виде, в каком его решил реализовать рыбак-колхоз «Союз», будет полностью покрывать потребности региона, уверен Олег Белак. Объемы переработки увеличатся в разы, а за спросом дело не встанет. Продукция рыбак-колхоз «Союза» популярна в регионе. Объемы продажи через свои торговые точки по сравнению с 2014 годом выросли на 23%. Уже в ближайшем будущем смогут поставить свое производство на потоки и птицеводы округа. Специалисты департамента сегодня отлаживают механизм по субсидированию производства и реализации яиц. Мы все-таки предлагали пойти на первом этапе в этом году по субсидированию возмещения части затрат по завозу комбикормов для того, чтобы кормить птицу. Но все-таки губернатор настоял. В принципе, мы с ним согласны. Это наиболее, так сказать, эффективный способ влияния на развитие, в том числе птицеводства. На конечный продукт будем сейчас перестраивать этот субсидирование и на конечный продукт будем эти деньги выдавать. Сегодня разведением птиц в регионе занимаются четыре крестьянско-фермерских хозяйства. Это более тысячи голов птицы, примерно 300 куриц и 700 перепелов. Ежесуточно они производят порядка 500 штук яиц. По словам Сергея Киселева, развитие птицеводства в регионе сопряжено с определенными трудностями. Одна из них – Полярная ночь. Однако перспективы у этого направления сельского хозяйства определенно есть. И округ готов его поддерживать. Ирина Цепет, Валяйни, Чишелов, Телеканал Севера. В Ненецком округе подходит к концу буйная кампания. Ее завершает сельскохозяйственный производственный кооператив «Эндига». Заготовительный сезон показал увеличение объемов 36 тысяч голов против 33 тысяч прошлогодних. Оливийная доля мяса больше 950 тонн поступила на мясокомбинат для дальнейшей переработки. Каких продуктов и цен ждать от главного производителя мясных продуктов в регионе, расскажет Валентина Чибичек. В цехе первичной обработки кипит работа. Тут разделывают мясо и сортируют его по категориям. Нынешний урожай технологи оценили как очень хороший. На качество мяса повлиял скорейший вывоз сырья из тундры в морозильные камеры. Ранняя вывозка, она, конечно, и сыграла свою положительную роль. Мясо поступило хорошего качества. Тем более, вы знаете, что в этом году СПК Путерича проводил завои на новом убойном пункте в Харьязи. Там качество мяса вообще безупречное. Просто так, как и СПК Харп, тоже у них отличное качество мяса. В олении туши со средним весом в 30-32 килограмма примерно треть кости. Хотя на закупочной цене это никак не отражается. Вся туша идёт по 160 рублей за килограмм. В прошлом году она составляла 132 рубля и совсем не устраивала оленеводов. Поэтому закупочную цену оленины подняли на 18,5%. Отсюда и хорошие нормы сдачи оленеводческих хозяйств. 90-50 тонн оленины закуплено до следующей убойной кампании. Кризиса сырья на производстве не предвидится. Импортная пельменная машина была запущена в октябре 2015 года. Агрегат вырабатывает 800 килограмм продукции в сутки и снабжает город свежемороженными пельменями. Среди новой продукции также холодец, пикантная колбаса «Суджук». Готовится к выпуску фрикадельки и ёжики. Расширение ассортимента – результат модернизации. Тот сейчас готовится под кулинарный. На сегодняшний день заказано оборудование, блинный аппарат заказан, будут делаться блинчики. Уже готовится, там же будет у нас холодец, там же готовится. И далее будет рассмотрен ещё новый ассортимент. Прорабатывать будем. Модернизация на предприятии началась в 2012 году с инвестиционного проекта, рассчитанного на пять лет. Для его реализации округ выделил 48 миллионов рублей плюс 8 миллионов собственных средств. За три года отремонтирована трансформаторная станция, котельная, система вентиляции, кровля здания. Постепенно закупается оборудование, позволяющее увеличивать объёмы производства. А это необходимо для снижения себестоимости. С 1 декабря 2015 года цены на продукцию из оленины выросли из-за повышения закупочной цены. Будут ли повышаться цены в дальнейшем, зависит уже от сырья, закупаемого вне округа. Свинина, говядина, шпик – непременные ингредиенты в составе колбас и сервелатов. В зависимости от их количества изменяется сорт и состав продукции. В основном полукопчёная колбаса идёт мясо оленина первого сорта. Свинина бывает жирная, полужирная или нежирная. Тоже зависит всё от того, какой вид колбасы мы делаем. И шпик. В разных количествах добавляется и разная степень измельчения. Потом разные специи закладываются в разные колбасы. Сокращают затраты на сырьё добавление сои и молочного белка. По словам технологов, добавляют их не в каждый вид продукции. Сорокопчёных у нас однозначно нет. Нет у нас сои в пельменях, нет у нас сои вот в этой варёной колбасе экстра высшего сорта. А в остальных она колеблется, её содержание от 1 до 3%. Соевый концентрат, изолят мы используем. Соевый белок, паршкарообразный, он не содержит жира. То есть, добавляя её в колбасу, мы только обогащаем, увеличиваем содержание белка. Как растительные заменители влияют на вкус, могут сказать только потребители. В социальных сетях периодически можно встретить комментарии относительно качества и цен продукции мясокомбината. Мол, качество падает, а цены растут. Как рассказали журналистам на мясокомбинате, цены растут от затрат. Почти 60% из них составляет закупка сырья. Кроме прочих затрат, мясокомбинат расходует средства на содержание 6 магазинов и 5 убойных пунктов. Люди хотят видеть это мясо, но ведь любое мясо, оно же не может быть дешёвым, действительно. Это дорогая продукция, и она не первой необходимости на сегодняшний день. Поэтому мясо у нас продаётся в достаточном количестве. В 2014 году предприятие закрыло годовой отчёт с убытками. В прошлом уже с прибылью в 2,5 миллиона. Этого удалось достичь благодаря повышению цен на продукцию и дотациям округа на доставку мяса из тундры. В 2015 году на эти цели предприятие из бюджета округа получило порядка 10 миллионов рублей. В планах комбината сохранять положительную динамику прибыли за счёт увеличения объёмов производства. Помимо регионального рынка сбыта, спрос есть в Москве и Архангельске. Кроме того, совсем скоро в магазинах мясокомбината пенсионеры смогут покупать продукцию со скидкой. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Эта рабочая неделя для россиян будет длиннее – 6 дней. Трудящимся придётся выйти на работу в субботу 20 февраля. Зато понедельник 22 февраля будет выходным. И в последней зимней неделе останется всего три рабочих дня. Благодаря этому страна будет отдыхать три дня подряд, включая 23 февраля – День защитника Отечества. При этом рабочий день 20 февраля, согласно Трудовому кодексу, должен быть сокращён на один час. Также стоит помнить, что на празднование Международного женского дня отведено сразу четыре дня – с 5 по 8 марта. Такой подарок возник из-за переноса выходных дней 2 и 3 января на 3 мая и 7 марта соответственно. Трёхдневной будет и рабочая неделя между майскими праздниками.